Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина и хозяюшки, усаживайтесь поудобней. Сегодня рубрика хозяйки на заметку. Сегодня буду делиться с вами своими пустышками, что закончилось у меня в уходе за домом. И расскажу вам, что мне понравилось, а что мне не понравилось, что могу вам посоветовать, а что вам могу не советовать. Так, в этот раз у меня закончилось не очень много бутылочек, но мне хочется поделиться с вами уже своим мнением. Я не буду их копить, просто расскажу, что закончилось в июле. Здесь у меня есть новиночки для меня, я думаю, вам будет интересно послушать мое мнение о них. Первое, что я хочу вам показать, это новиночка от бренда Брев, Тотал, чистота и блеск гель. В общем, у меня идет цветочная свежесть, это должна быть гигиеническая чистота против налета, ослепительный блеск с ароматом. Чистящее средство для унитаза. Могу вам сказать, что это средство, которое не чистит унитаз в моем понимании. То есть, это просто средство, которое неплохо дезодорирует, добавляет такой аромат в вашей туалетной комнате, не более того. То есть, в общем, для меня это оказалось такая вот, простите за грубость, вонючка под ободком унитаза. Все, не более того. То есть, чистоты оно не дает. И более того, если вы делаете по инструкции, наливаете это под ободок унитаза, вот эта паразитка розового цвета фуксии, она остается и никуда не девается. Ее потом очень сложно убрать. В общем, знаете, какая-то галиматья. Но я купила целых две упаковки. Кто подписан на меня в инстаграм, в сторис я вам показывала, что я купила две вот эти вот бутылочки разных ароматов. Купилось то, что там была акция. По хорошей цене продавались. Я, в общем, себе его купила. Но что-то как-то меня, в общем, не впечатлило. Просто хороший аромат. И все. И не более того, чистоты он никакой мне не дал. Что мне дало чистоты под ободком унитаза? И в унитазе, это, простите, вот такое средство. Санитарное средство для чистки санузлов. Вот реальная вещь, которая очистит ваш санузел. Вот, блин, для съемной квартиры это вот самое то. Вот, ну, прям цена-качество. И больше сказать нечего. Хорошо очищает, и прям залил, и все. Прелесть, прелесть. Мне нравится. Средство закончилось для мытья посуды. Ферри, о нем говорить долго не буду. Ферри, ферри, да. Вы знаете, то, что это вот как бы то средство, которое я беру постоянно. И тут я его затарила себе в рог. Я купила несколько упаковок, потому что на него была хорошая акция. Вот этот аромат, кстати, с ромашкой мне не очень нравится. И вот этот пена-эффект все-таки предыдущая формула. Мне нравилось намного больше Ферри, нежели это. Следующее, что у меня закончилось, это мое любимое средство от бренда Мастер Блеск. Они представлены в Магнит Косметик для очистки канализационных труб. Самое дешевое средство, эффективное для профилактики очищения труб. Я им чищу трубы ежемесячно. И поэтому, слава богу, не сложности именно вот там с какими-то там трубами. Все хорошо, все очищает и устраняет запахи. И очень просто в применении. Итак, следующее, что у меня закончилось, это средство от бренда Ласка. Это у нас средство для ежедневной стирки, удаляет катышки. Слушайте, что-то я подразочаровалась в Ласке. Кроме аромата, оно мне тоже ничего не дает. Ну вот, но ничего. Вы знаете, я вам могу сказать даже так. Я стирала просто, мы пришли с прогулки с Кириллом, с сыном. И он запачкал шорты, ну знаете, вот это, покататься на горках, вот эти вот. Просто вот это вот, поношенные вещи днем. И я решила их простирать с этой Лаской. Ничего не отстирала. Ничего это средство не отстирала. Просто была пена, просто ароматы. Мне пришлось это все перестирать. Ну, катышки я не заметила, чтобы он куда-то их делал. Серьезно. Что-то как-то я не поняла это средство и не могу вам его советовать. Закончились у меня такие вот перчатки. Вы знаете, то, что в последнее время я их беру. Да, они не дешевые, но мне их хватает на недели-три, на месяц его практически регулярного пользования. Это бренд Виледа. Это комфортные перчатки. Стоят они до 200 рублей, цена их доходят. Но они мне очень нравятся. Смело могу вам их порекомендовать в покупке. Енот Полоскун, да, приговорил одну упаковку порошка Персил. И я могу всем посоветовать этот порошок в соотношении цена и качество. Мне кажется, у меня в каждом видео слоган, да, цена и качество. Это вот как бы вот, это я говорю, цена и качество. Нужно брать цена и качество, вот. Ну так вот, это был порошок Персил Колор. Мне нравится их новая версия, вот эта 360 каплиц Солюшин с ароматом Вернель. Да, действительно, очень пахнет моим любимым кондиционером Вернель. Я люблю порошки Персил, честно. Хорошо отстирывают, выполаскиваются. И по акции можно купить за хорошую стоимость. То есть, 6 килограмм мне хватило, наверное, с учетом того, что я стираю практически через день, мне хватило его на полтора месяца. И что еще нужно? Следующий порошок, который я порекомендую приобрести девочкам, женщинам, мамочкам, кто любит натуральную продукцию, тот, кто сейчас в поиске каких-то эко-порошков выходит за бельем, у кого есть маленькие детки, я могу порекомендовать вам шампунь. Порошок для стирки от бренда Fresh Bubble. И я хочу сказать больше, я себе его тоже повторно закажу, потому что мне он понравился. Он круто отстирывает белые вещи. Кирюхины футболки, белые футболки, белые носочки отстирывает вот так вот. Просто мне очень понравилось. И я могу вам его порекомендовать. Он имеет практически, по-моему, какой-то нейтральный такой у него аромат, неяркий. И он подходит для чувствительной кожи и для детского белья. У меня это для отбеливающий порошок. И действительно, он отбеливает. На рубашках воротнички у мужа они все чистые, манжеты чистые. Я осталась довольна. Кухонное полотенце отстирывает. В общем, Fresh Bubble меня приятно удивил. И к тому же, помимо того, что мне понравился очень сильно их порошок, мне очень понравился их кондиционер прованские травы. Какое мягкое белье с ним. Вы знаете, у меня есть два любимых кондиционера. Это сейчас Fresh Bubble с ароматом прованские травы и мой любимый Вернель. Я вот эти два кондиционера вам смело рекомендую. Если вы привереды, вы любите натуральную продукцию в уходе, за домом за собой, вы аллергик, попробуйте вот этот вот, вот Fresh Bubble. Потому что здесь очень мягкий аромат. И он действительно вастирывается с белья. Но при всем при этом белье действительно очень мягкое. И оно достойно вашего внимания. Я знаю, что есть разные объемы. И я хочу себе повторить, купить данный кондиционер. И он подходит еще для детского белья. Это очень круто на самом деле. Поэтому рекомендую. У него очень хороший состав. И также от Fresh Bubble у меня средство, которое, в принципе, оно неплохо отмывает ванны. Но с какими-то серьезными загрязнениями. К примеру, допустим, даже, знаете, как вот налет у газовой плиты. Нужно постараться отмыть. Замечательно отмывает жир. Хорошо можно почистить им посуду. Почищает очень хорошо. В принципе, такое достойное средство вашего внимания. И я сейчас вам говорю о чистопасте тоже от бренда Fresh Bubble для очистки любых поверхностей. Ребят, могу сказать то, что если у вас есть такая же склонность, как у меня, от обычных химических средств, вот этих вот, знаете, там, где есть пульверизаторы и химические, в общем, с яркими одушками, и у вас такое же случается, то, что вы начинаете от них задыхаться, присмотритесь к продукции Fresh Bubble, простите, заговариваюсь, средства для очистки поверхностей, любых поверхностей, реально. Вот если брать на весы, долго делать, но при этом себя хорошо чувствовать, я выберу это, потому что, да, выбрать какой-то другой бренд, выбрать другой, более химический продукт, вы действительно быстрее очистите, нежели с этой пастой. Но у химических продуктов есть своя другая сторона, то есть, ну, я себя, допустим, не очень хорошо чувствую, поэтому склоняюсь к тому, что вот это средство теперь у меня должно быть всегда под рукой, потому что им можно легко почистить, и я не задыхаюсь, не надо бесконечно открывать все шторы, все, точнее, окна на прометривание, для того, чтобы хоть как-то сделать уборку. У меня есть обзоры на данную пасту, как я очистила кухонную плиту, как я и отмывала ванну, проходите, смотрите, ссылочки я оставлю либо в инфобоксе, либо где-то здесь. Очень мне понравилось, и тоже цена-качество, могу сказать, это натуральная продукция с удовольствием рекомендую. И крайний продукт, с которым я познакомилась, это от бренда Терет. Я вообще, с учетом того, что я и нот-полоску, и постоянно стираю, у нас еще есть такая особенность в городе, может быть, и в вашем городе такое бывает, не всегда идет качественная вода, не всегда можно следить за тем, что машинка набирает воду, и идет, знаете, чистая вода. Но у нас такое, увы, бывает, и я, знаете, пару раз с этим столкнулась. Но и, в принципе, для профилактики стиральной машинки, их нужно чистить, чтобы не было никакой накипи, налета. Ну, мы все смотрим рекламу, нам об этом все время производители подобных средств говорят. Сегодня я хочу вам рассказать о средстве от бренда Терет, очиститель для стиральных машин. В общем, знаете, производитель нам говорит, что данным средством нужно протереть все внутри, нужно протереть от стек для порошка, потом вот это все залить, на максимальную стирку забросить, и все должно быть чисто. Могу вам сказать, что с одной бутылочки я не увидела результата, и я, наверное, еще, может быть, пару раз повторю, но я не увидела чистоты именно, знаете, вот этой вот слив, вот как-то, вот сказать, вот где в машинку загружаем порошок, и там есть вот такая вот труба, вот куда это все должно уходить. Я не увидела там какой-то чистоты, поэтому что-то меня не впечатлило это средство, но я еще раз говорю, то, что я попробую еще купить разок и посмотреть, может быть, со второго раза оно хорошо очистит. А так просто прогнала для профилактики, вроде бы, не знаю, во внутрь машинки точно не заглядывала, не знаю, как оно очистило или нет, так что вот так вот. Все, пустые бабочки, хозяйки, на заметку, закончились. Надеюсь, данное видео, хозяюшки, вам было интересным, полезным, информативным. Не забывайте, конечно, поставить лайк, подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, не забывайте оставлять комментарии, мне интересно узнать ваше мнение, да и, в принципе, если хотите, оставляйте, не хотите, не оставляйте, пишите, что хотите. Это ваше дело, всех люблю, целую, надеюсь, регулярно буду для вас выкладывать видео, снимать почаще, для того, чтобы вы просто не забыли, как я выгляжу, а если вы не часто смотрите YouTube, но вам интересно какие-то обзоры от меня, то подписывайтесь на мой Instagram, мискик9970, там для вас я провожу конкурсы, и если получится, буду проводить конкурсы и здесь. В общем, увидимся в скором будущем новом видео, с вами была ваша Ирина, до новых видео, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok